Всем привет, всем всего доброго, с вами Стас Кобальт, это канал Стас Кобальт. Вот, взял ВК 168, так что вот сейчас делаю по нему гайд видео, свое личное мнение. Ну, в общем, танк неплохой, премиумный танк, да, и довольно-таки он оказался даже лучше, чем я думал. Чем он лучше? Сейчас буду говорить по этому марафону. Ну, в принципе, да, марафон неплохой, но последние задания были очень простые, поэтому вот я и взял этот досрочно, как бы, не выполняя, там, вот, последнее задание, 14-е, за 13-е, вот, дали. В общем, краски тоже бесплатно какие-то дали, вот, у меня были, ничего я не покупал здесь, поэтому я зашел в ангар, покрасил. Ну, чем он такой неплохой танк, тем, что скорость у него довольно-таки приличная, несмотря на то, что он, ну, как бы, вот, сейчас тащится, да, но динамика, у него динамика, хороший двигатель, то есть у него на подъеме довольно-таки он неплохо тянет. То есть, вот видите, там, 17, ну, 17, вот, скорость 20, довольно-таки она держится, поэтому не чувствуется, что он, как бы, что он тащится, ползет, вот, допустим, как японские тяжи, а они, вот, могут даже тащиться, у них скорость резко проседает. То этот танк, у него двигатель мощный, поэтому он, ну, как бы, не теряет своей динамики и скорости, поэтому если 20, то 20, там, даже до 26 я его разгонял с горки, поэтому... Это вот такой приятный момент, вот, тем более у меня вот сейчас нет на нем ни боевого братства, ни лампочки, вот, экипаж вообще не прокачанный, поэтому... Играю вот буквально там первые бои на нем, поэтому... Вот этот бой записал более-менее приличный, но, как сказать, ну, меня сейчас угнетает, меня сейчас, вот, кидает или к слабым игрокам, или десяткам, поэтому не могу показать вам какой-то такой более-менее тащенский бой, вот, показываю вот этот бой. Вот, поэтому довольно-таки у него хорошая бронепробиваемость, я на нем забронировал уже 4000 урона, вот, то, что, как вот многие говорили, что он картонный на восьмом уровне, нет, это не так, у него очень хорошая непробиваемость, вот видите, даже вот уже сейчас 1000 урона я забронировал, да, на... Так скажем, вот, и вафля меня не пробила, так скажем, ну, такой седьмой-восьмой уровень, да, там, я забронировал, но... Я бронировал и от девяток, и от десяток уже на нем, причем у него пробиваемость очень такая приличная, пробил я и ИСа 7-го пробивал, и объекта уже пробивал 257-го, Так что пробиваемость этой пушки 220 мм, очень такая приличная, ББшная она пушка, довольно-таки точная, так что, в принципе, танк он меня не разочаровал, но вот, дело в том, что, да, стоит ли его продать, одно дело, он меня не разочаровал и по доходности, и по всему, Ну, а другое дело, когда вас бросает в слабые команды или к десяткам, это уже другой разговор, ну, как бы, стоит его оставлять или нет, или стоит его по трэдину продать и поменять на другой танк, да, это другой разговор, Потому что, когда вас угнетает, тогда лучше, чтобы вы играли, конечно, на какой-нибудь эстехе, и тогда там хоть какой-то урон набивать, потому что на этом урон он тащится, конечно, долговато, но... Да, и то, что по урону он, конечно, он тоже довольно-таки неплохой, альфа у него 450 заходит, поэтому... Ну, то, что он тащится, то это да, это надо признать, что, конечно, тяжело на нем будет фармить, вот, поэтому, особенно, когда вас угнетает по этот ВБР, вот, стоит... То есть, я в черном списке этого ВБР, поэтому меня тут угнетает, конечно, постоянно на нем, то есть, или в десятки бросает, или бросает, сейчас так, это самое, ну, к сливным командам, вот, сейчас вот я тоже брошу сливную, кстати, команду, сейчас обратите внимание, в чем будет слив вообще заключаться, То есть, там... Буду просить я помощи, но никто не придет, потому что, либо всех сейчас половина убьют, или половина будут просто в кустах там стоять, и все, ничего не делать Вот этот, обратите внимание, на срок четвертого, вот, как он там застынет на одном месте, и будет там стоять 100% однозначно, и он даже с места не движется, ну, как, не движется за всю катку Ну, понятно, я у него потом статистику посмотрел, 2500 у него всего, по статистике, но, тем не менее, я говорю, ну, блин, или очевидный уже бот, или очевидный этот, будет стоять там всю катку эту Вот, ну, а танк, он неплохой, танк неплохой Ожидал, я думал, он будет хуже, потому что я на японских тоже всех тяжах катал, и на пят... и на десятом уровне этот, на тайпах, на всех четвертых Этот мне показался гораздо приятней, гораздо, гораздо приятней, с его такой пушечкой, в принципе, и неплохим пробитием 220, да, он пробивает ИСа седьмого Да, немного кривоват, но, ну, сейчас вот кривоват, да, почему, потому что, ну, боевого братства нет ничего, нет экипаж стоков Вот, поэтому я говорю, что это самое единственное, да, что... А в основном, в основном, в принципе, он неплохой танк В основном, мне он понравился, в принципе, этот танк Вот, видите, сейчас здесь тоже забронировал 3600, там набил 2600, вот, будет слив здесь, да, ну, просто... Насветил даже 2000, там, помощь в уроне, вот И за это вот дадут... Единственное, вот, сейчас у меня прям аккаунт еще два дня будет стоять Где-то я выиграл прям аккаунт, где-то я брал прям аккаунт по скидке, там, за 50 рублей, поэтому... Вот два дня осталось, и, в принципе, нафармил тут вот... Ну, на нем я, конечно бы, не знаю, ну, не фармил так вот, для фарма Ну, если вообще нету, конечно, прем танка, то он, да, он неплохой Даже на нем и пофармить, и по все, все-таки, восьмого уровня он, ну, как бы, фармит Главное сделать хотя бы два-три выстрела, и все, его бойте в плюсе Ну, вот, и даже один выстрел там, чтоб с альфой, вот, вы будете все равно в плюсе Вот, поэтому я говорю, что, в принципе, неплохой танк Ну, а по марафону, сами понимаете, марафон это такое дело Они сначала сделали сложный ЛБЗ, чтобы исключить игроков слабых Или исключить тех, кто не донатит, те, кто без прям аккаунта А потом они, как бы, вот эти задания вообще были ни о чем То есть они выполнялись за 30 минут Ну, вот видите, сейчас остался один, этот 44-ка, он не помог Вообще никак, вот он 100% вот так вот стоял и все Поэтому я говорю, что вот меня, ну, у меня вот часто вот такие бои То есть никто ничего не, это самое, не помогает, никто ничего нет Ну, как бы и на угнетение у меня стоит Вот, все бои, так что Вот какой-то бой на нем я показал, вот более-менее Поэтому, такие дела, с вами был Стас Кобальт, канал Стас Кобальт Кстати, многие танки после этого марафона, они удалили Наоборот, место привлечения игроков Получилось так, что наоборот, спад идет онлайна Потому что многие, даже игроки, они ушли, потому что рандом-то сломался Рандом-то уже не такой, как раньше, это раз Во-вторых, тех слабых игроков и те, кто без доната, их и так на угнетение ставили людей Поэтому многие, это самое, многие были недовольны этим И тем более, вот этим марафоном Поэтому я говорю, что, прежде чем что-то делать, обращаясь к ВГ Опять же, надо, надо, надо думать И не делать, и не ломать этот рандом Чтобы люди были настолько недовольны Вот За себя я не говорю, за все задания я сделал, в принципе, какие-то там, за 30 минут, какие-то, да, за 3 часа Но Я обращаюсь просто к этой компании, что В принципе, они сломали рандом своим марафоном И многие люди просто покинули игру Все, всем всего доброго Всем пока С вами Стас Кобальт Если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем всего доброго, всем пока Вот такие дела Вот, довольно-таки неплохой танк ВК Так что, всем всего доброго Опять же, говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok